Это статья, точнее запись лекций Мартин Лёфа о значениях логических константов и обосновании логических законов, в которой в этой статье или в этих лекциях Мартин Лёф предлагает конструктивный подход к логике, то есть это антиреализм. Хотя некоторая доля реализма, как мне кажется, здесь все же присутствует. Ну, надо начать с того, что если с термином mind в русском языке все плохо, то вот с этими терминами, в общем, ситуация на самом деле не лучше. То есть у нас встречается сразу же много разных слов, типа proposition, judgment, assertion, statement и так далее. И как их переводить тоже не всегда понятно. В данном выступлении вместо, ну, в качестве перевода для proposition я буду использовать термин пропозиция, для judgment – суждение. Assertion – это утверждение, хотя вместе его можно так спутать с statement. Не совсем понятно тоже, как affirmation и Daniel переводить, да, как, по идее, утверждение и отрицание, но опять же можно спутать с assertion или с statement, хотя это немножко другое. Как переводить отдельно proof и inference, но я перевожу как доказательство и вывод. Ну, и, соответственно, есть еще различия между proof, inference и logical consequence. Ну, и еще много разных терминов, которые встречаются в этих лекциях, и на самом деле их тоже сложно перевести, ну, по крайней мере, однозначно перевести. Вот, да, и по поводу первых двух еще даже у нас в отечественной литературе было очень большое и острое обсуждение, которое началось, насколько я понимаю, если брать первые публикации в 2000 году, и продолжалось примерно до 2009, по-моему, года. Вот, это было обсуждение, которое началось с того, что Ледников выступил с критикой того, что термин proposition в переводах философии логического атомизма и некоторых других работ Рассела и также Вильгенштейна переводят как пропозиция. Он утверждал, что надо переводить, как у нас сложилась традиция, начиная там с классических переводов Гильберта Бернайса и Чорча особенно, переводить, значит, суждение надо пропозицию. И, ну, то есть, это была критика переводов Целищева и потом еще докторской работы Суровцева. Много кто участвовал в этой дискуссии, в том числе даже мне удалось бы участвовать. В 2007 году у меня вышла статья «Что такое пропозиции», которую я считаю своей самой первой серьезной работой. Вот, поэтому, на самом деле, вот это вот огромное количество терминов, которые не совсем понятно, каким образом корректно перевести на русский язык, так, чтобы не было никаких двусмысленностей. Ну, они встречаются в этих лекциях и иногда могут приводить к путанице. Вот, ну, давайте все же двинемся дальше. На самом деле, это, как бы, не характеристика русского языка или характеристика отечественной философии. В общем, везде есть такие двусмысленности и некоторые непонимания. Вот, для начала нужно еще высказать некоторые предварительные замечания. Они сформулированы очень грубо, я бы сказал, опорно, но как и не есть. Значит, предварительные замечания, они будут в дальнейшем раскрываться и объясняться. Состоят они в том, что, во-первых, логические операции оперируют пропозициями, логические законы оперируют утверждениями, и логические законы описывают то, каким образом мы переходим от утверждения одних пропозиций к утверждению других пропозиций. В дальнейшем будет яснее, должно стать яснее, что же это все означает. Мартин Лев очень подробно рассматривает то, каким образом развивались смыслы этих понятий пропозициями, джорджмент и так далее. Я не буду останавливаться на всех его лингвистических исследованиях, истории о том, откуда появился какой термин, в каком языке, какую форму он имеет и так далее. Я буду рассматривать только конкретный смысл. Значит, Мартин Лев говорит о том, что традиционно пропозициями назывались некие вербальные выражения суждения, где суждение – это нечто, что происходит в уме, то есть соединение понятий. И традиционно категорические пропозиции делились на утвердительные и отрицательные. То есть в утвердительных предикат утверждается относительно субъекта, в отрицательных предикат отрицается относительно субъекта. Это все традиционный смысл, который, в общем-то, можно проследить, начиная от ранних работ, допустим, от Аристотеля, и примерно до середины XIX века, ну или до начала XIX века, по крайней мере. Вот. Конкретная ситуация с аристотельской логикой. У Аристотеля получается, что есть некоторые утверждения. Утверждение – это пропозиция, в которой предикат утверждается относительно субъекта. Как я, в общем, говорил. Ну и отрицание, соответственно, пропозиции, в которой предикат отрицается относительно субъекта. Где пропозиция – это некая языковая сущность. Вот. А начиная с Канта, вместо пропозиции, как чего-то, что мы доказываем в ходе построения доказательства, стали говорить о суждениях. Правда, у Канта присутствует определенная двусмысленность. У него используется суждение как и некий объект, и как некий процесс, когда мы вносим суждение. Вот. И, соответственно, в этой традиции, начиная с Канта, начали говорить о доказательствах, как о доказательствах суждения, а не пропозиции уже в аристотельском смысле. Вот. Ну и рано или поздно, в конце концов, появилось понятие содержания. Что же утверждается в утверждении и отрицается в отрицании? То есть нужно вот это вот понятие каким-то образом схватить. И Мартин Лёх заявляет, что выделение этого понятия происходит в так называемой объективистской ветви немецкой философии. То есть это работа Бальцана, Лотца, Фреги, Брентана, Штурф, Майминг и Гуссер. Ну, вы помните, что Бальцана говорил, допустим, об суждениях в себе, как о неких идеальных сущностях, о которых никто не мыслит. И они потом могут воплощаться в предложениях. Говорил о предложениях в себе, об истинных в себе. То есть это вот эти вот истинные суждения. Ну, собственно, кое-что подобное было и у Лотца. Фреги, поскольку он у Лотца учился и некоторое время с ним вместе работал, тоже встречаются такие идеи о содержании чего-то. Ну и так далее. Собственно, там у Майминга тоже можно это обнаружить. Это даже уже какой-то крайний случай, когда Майминг говорит о содержании того, что нарушает, например, закон о логике. То есть даже у того, что нарушает закон о логике, есть некоторое содержание. Вот. Таким образом получается, что выделяются такие понятия, как содержание суждения, или пропозиция в себе, или суждение в себе. Мысль у позднего Фреги. Он ранее Фреги использовал понятие содержание, которое можно судить. Или положение дел, как вот у Штумфа или Эйгенштейна. Если брать англоязычную традицию, то для этого же понятия Рассел использовал термин пропозиция. И в конце концов он закрепился в аналитической философии. Да, и у Рассела есть несколько теорий суждения. И Рассел говорил о том, что у него есть, по крайней мере, теория суждения, согласно которой пропозиция — это содержание суждения, и пропозиция может пониматься двумя способами. Она может пониматься как некий единый абстрактный объект, а может пониматься, это, по-моему, более ранняя его точка зрения. А более поздняя у Рассела, если я не ошибаюсь, заключается в том, что пропозиция может пониматься как комплексы объектов, свойства и отношения этих объектов. Ну и в дальнейшем Рассел также... Ну то есть у Рассела закрепляется термин пропозиция для вот этого термина содержания, и также Рассел использует термин assertion, как бы, утверждение. Да, и так получает... Так, в некотором смысле метафорически, Мартин Лёв говорит о том, что вот эта история о том, как штрих суждения превратился в штрих утверждения. Ну, на самом деле, если по смыслу рассматривать этот самый штрих утверждения, по-английски еще... Как же там... Торн-стайл, да, называется... Ну, то есть вот этот вот штопор получается. То тогда... Ну, то есть мы можем его заменить просто на приписывание истины. И смысл наших правил никоим образом не изменится от этого. Вот, допустим, у нас есть некоторые правила. Вот, оно записано здесь. То есть если А истинно, то А дизюнкция Б истинно. Спрашивается, каковы же здесь значения для А и Б? Если мы посмотрим на современные учебники логики, то мы заметим, что обычно говорят о значениях А и Б следующее, что в значениях могут поступать произвольные формулы данного языка. Ну, это чисто формалистический подход, который идет по стопам Гейберта. Однако, говорит Мартин Лёв, вообще-то здесь присутствуют указания на некоторый язык, потому что определение формулы зависит от языка. То есть правильно построенная формула, это правильно построенная формула для данного языка. Если мы рассмотрим какой-то другой язык, то там понятие формулы будет другое, соответственно, множество формулы будет тоже другие. Ну, и Мартин Лёв это не устраивает. Он говорит о том, что, вообще-то говоря, получается, что общезначимость этих правил, она тоже зависит от языка. Если мы произвольные формулы будем эти правила подставлять. Но эти правила верны безотносительно того, какой язык мы используем. Здесь язык имеется в виду в синтексическом смысле. То есть как он строится, нас совершенно не интересует. И обоснование логических законов к языку отношения никакого не имеет. Логические законы не зависят от того, какой язык мы выберем. Это вот чисто формалистический подход, и с ним надо бороться, говорит Мартин Лёв. Вот эта вот Гильбертовская идея о чистой форме, это неправильно, и изводить ее нужно изгнать. С точки зрения Мартин Лёва, значениями для вот этих вот пропозициональных перемен А и Б являются пропозиции. Но он говорит, пропозиция это же семантическое понятие. Это интерпретированное предложение. И получается, что в этом случае правило не будет строго формальным. То есть оно не схватывает чистую форму. Как же нам сделать так, чтобы правила работали для пропозиции, но при этом были чисто формальными? Он говорит, что мы можем восстановить формальность следующим образом. Мы добавим в наши правила посылки о том, что А и Б являются пропозициями. И тогда А и Б у нас будут пробегать по произвольным полным выражениям. Противополные выражения это... Здесь идет отсылка к Фреге. Фреге говорил о том, что функции являются неполными выражениями. Их нужно восполнять, и тогда они получают значение. Здесь как бы говорится о том, что вот эти вот переменные А и Б, они будут пробегать по полному выражению. То есть по тому, что уже имеет некоторое значение. И если наши правила ограничивают вот эти вот полные выражения пропозициями, то тогда у нас как бы не будет явного использования пропозиции в правилах. Мы как бы будем говорить о просто неких языковых формах. Но при этом сами правила будут исключать из рассмотрения те языковые формы, которые пропозициями не являются. Или не выражают пропозиции. И таким образом мы восстановим формальность. То есть мы получаем тот же самый формальный подход. Мы сводим наши правила к чистому синтаксису. И при этом, в отличие от формализма, мы имеем ситуацию, когда эти самые логические законы, логические правила, они не зависят от конкретного языка. Что же здесь понимается под выражением? Ну, насчет выражения Мартин Лёв подробно не оговаривает. Он просто говорит, что выражение – это некоторая форма, на которую мы можем всегда распознать как одну и ту же во множестве случаев. И ее можем воспроизводить во множестве копий. И дальше он говорит, что я не буду дальше пояснять, что же такое выражение, потому что тогда у нас все вот эти три лекции, в общем, эта тема займет. Нам надо переходить дальше. Вот дальше понятие выражения остается без объяснения. И он говорит о том, что вот поскольку у нас появилось вот это вот добавление того, что, допустим, добавление в наше правило, что А и Б являются пропозициями, то у нас появилась новая форма суждения, которую Мартин Лёв предлагает формулировать. И в дальнейшем здесь, в презентации будет формулироваться вот так, что А – проф, то есть А является пропозицией. Это новая форма суждения. Ну, и поскольку здесь ничего не утверждается, не отрицается, в смысле того, что здесь нет симметричности вот этой, то есть у нас, когда мы говорим об истине, мы говорим, что может быть истина, а может быть ложь. Здесь мы просто говорим, что нечет является пропозицией. Здесь у нас нет вот этой симметричности, и поэтому получается, что это новая форма суждения на не сводится к старой симметричной формы и здесь соответственно маркер горит о том что поэтому старый взгляд на суждение надо отбросить новый взгляд на суждение у суждения теперь будет 2 фундаментальных формы которые не сводятся друг дружке и они будут вести себе немножко по разному вот ну и он говорит о том что конечно же есть определенный концептуальный приоритет да и понятие суждения является более фундаментальным его надо объяснять то понятие пропозиции и то понятие истины поскольку понять суждение но для вас у нас есть суждение вообще если мы идем дальше к подробностям обращаемся то мы замечаем что есть суждение о том что нечто является пропозиции и есть суждение об истинности это разные виды суждения но тем не менее но как бы они зависит от понятия суждения вообще вообще он говорит о том что понятие суждения является самым главным в логике и вообще говоря вот ответ на то что же такое суждение он тесно связан с ответом на вопрос о том что же такое логика в принципе вот и он говорит о том что суждение надо рассматривать как некое некий акт и этот акт является актом знания он говорит о том что вот то что у нас то что судится да то относительно чего мы выносим суждение она является объектом знания и судить в этом смысле означает знать но это чисто конструктивный подход и дальше мы посмотрим и увидим как конструктивная логика основывается таким образом вот и в этом смысле марта лев говорит что логика на самом деле является теорией познания или если использовать конкретизацию то это теория доказательного знания или теория если использовать аристотелевскую терминология теория апофетического знания вот то есть логика она изучает знания точнее говоря те виды знания которые мы встречаем доказательной науки логика изучать то каким образом эти знания доказательные науки организованы каким образом они друг с другом соотносятся что же такое знание сами акты знания и сами акты познания точнее правильно было бы сказать изучает и каким образом осуществляется переход между этими актами вот этот предмет а маги с его точки зрения каким образом получается что у нас есть некоторые ряды связанных понять он говорит о том что вот есть понятие знать и она совпадает с таким понятием как понять схватить увидеть например понимать схватывать видеть это то же самое что узнать ну и получается что вот у нас есть разделение на понятие суждения и понятие пропозиции с одной стороны и этому разделению соответствует разделение на очевидные суждения и истинные пропозиции вот понятием очевидного тоже есть определенные терминологические сложности там используется evident и еще используется связанное с этим понятием evidence которая как-то не знаю перевести одинаковым и таким недвусмысленным образом на русский язык тоже мне не представляется возможным то есть я беру когда идет речь о суждении то я перевожу как очевидное суждение когда идет речь об evidence то это некое свидетельство вот что же как же связано вот эта очевидность с условиями формулирование суждений маркин лёв говорит следующее что вот делать суждение что некоторая пропозиция истина можно только в том случае если у нас есть соответствующее знание то есть если мы обладаем некоторым доказательством и он приводит конкретный пример вот даже если всякое отчетное число является суммой двух простых то мы не можем вынести суждение об истинности этого не имея доказательств не имея какого-то знания это вот вполне себе нормальный конструктивный подход пока у нас нет доказательства мы не можем говорить о том что это есть ну и соответственно дальше он заявляет о том что вот это самое условие требования знания или требования очевидности для суждения но не зависит от форму суждения но зависит только от самого знания от того что суждение является очевидным или же не является вот ну и естественно суждение не может быть очевидным безотносительно чего-либо потому что она обязательно принадлежит кому-то какого-то познающим нет суждений очевидны в принципе вот ни для кого или там очевидно для бога поэтому конструктивная логика это логика с человеческой точки зрения обязательно есть некоторый когнитивный агент который мыслит для него есть некоторое суждение очевидным для него и некоторые суждения является очевидным потому что он обладает некоторым знанием имеет какое-то доказательство имеет какое-то свидетельство ну и вообще говоря если мы в обычных обстоятельствах выносим какое-то суждение то мы то автоматически предполагается что это суждение для нас очевидно и поэтому можно в логика философском трактате гейнштейн найти замечание о том что у фреги штрих суждения является бессмысленным причем как бы не добавил не добавляет никакого дополнительного смысла здесь наверное корректнее было бы говорить не о бессмысленности и там артин лёг тоже отвечают отмечают а о бессодержательность то есть штрих суждения у фреги он ничего нового не вносит давайте посмотрим на эти самые суждения вот рассмотрим такое вот я знаю что а истин здесь у нас рассмотрим грамматическую форму тут у нас есть некий грамматический предикат он выражает модальность акта или способ связи субъект и объект здесь этот грамматический предикат это собственно знать то на что направлено знание а истина это суждение это объект этого акта акта знания мы можем как бы представить это следующим образом вот взять обычную запись со значком общезначимости знак выводимость вот в записи что у нас выводима получается то здесь у нас как бы обращение вот фрагерского день есть некий штрих суждения это горизонтальная вертикальная точная черта и это вертикальная черта она выражает я знаю то есть некую истинную чеку силу и здесь также используется горизонтальный штрих это штрих содержания который говорит об истинности то есть говорит от утвердительной силе но у фраги конечно это все не совсем таким образом но тем не менее мы можем это интерпретировать так как я уже говорил о том как я уже говорил о суждении для того чтобы некоторые суждения вынести чтобы сделать осуждение нам требуется знать что-то определенный вот и знание этого определенного зависит от формы суждения а не от содержания этого суждения то есть нет пропозиции рассмотрим такое вот я знаю что а пропозиция и например я знаю что а истинно здесь а в первом случае это некоторое законченное ну то есть полное выражение а во втором это уже пропозиция получается что у нас есть две формы суждения это вот на слайде то есть нечто является пропозиция или нечто является истинным когда у нас в эти формы суждения делается какая-то подстановка например а является пропозиция или а является истинным то это уже у нас конкретные суждения ну пока они еще неизвестны допустим вот ну и выражение знаю это указание на схватывание этого суждения с помощью которого суждение становится очевидным и собственно вот этот вот самый акт он и является источником очевидности и вместе суждение и мой акт схватывания этого суждения дают очевидных суждения вот пропозиция же это некоторое выражение для которого суждение вида а является пропозицией уже очевидным где вместо рамы у какого describe как я не подставляем то есть но это получается что 구�ы вот это суждение о том что нечто является пропозиции является более базовым чем суждение о том, что нечто является истиной. Мартин Лёв дальше отмечает, что в традиционной терминологии или в той терминологии, которая сохранилась в математике, есть понятие доказательства, которое понимается таким образом, что доказательство устанавливает истину. В современной же терминологии, если мы вслед за Мартином Лёвом идем, у нас получается, что доказательство делает суждение очевидным. Ну и доказательство суждения является вот этим самым «эвиденс», то есть оно является свидетельством для суждения. Что же такое доказательство суждения? Это некий акт схватывания суждения. Это не объект, хотя мы можем о доказательствах говорить как об объектах. Ну, об этом уже надо отдельно разговаривать. Тем не менее, мы говорим об доказательстве как о некном акте. И поэтому Мартин Лёв здесь приводит Брауэра. Он говорит о том, что у Брауэра построение как некий процесс. Это тоже синоним для понятия доказательства. Таким образом, у нас получается, что доказывать – это то же самое, что узнавать. И то же самое, что понимать, схватывать, видеть. Доказать – это то же самое, что узнать. Или понять, схватить, увидеть. Узнавать – это получать знания, знать – обладать знанием. А доказывать – это получать или строить доказательства. То есть это некоторый процесс, в котором мы находимся. Доказать, соответственно, уже построить доказательства, обладать. И получается, что доказательства и знания – это одно и то же. Таким образом, теория доказательств не в гильбертовском формалистском смысле, а в этом смысле конструктивном – это теория познания. То есть логика в ее изначальном смысле. До этого мы говорили о том, что логика является теорией познания. То поскольку понятие доказательства является очень важным, а оно связывается с понятием знаний, то логика и теория познания, и теория доказательств – одно и то же. То есть это некоторое исследование рассуждений или доказательств, но не метаматематика, не чисто формальная дисциплина. Ну и из этого всего выводится, что доказательство суждения – это и есть сам акт познания. Когда мы осуществляем доказательство, когда мы строим его, мы осуществляем познание. Если этот акт является атомарным, то тогда доказательство является прямым, или оно еще может быть названо непосредственно. Если же оно, соответственно, состоит из некоторых атомов, состоит из каких-то частей, то оно является опосредованным. Вот и дальше Мартин Лео говорит о том, что вывод и доказательство – это одно и то же. Здесь вывод – это инфоренция. Когда формальные доказательства рассматривают, то исследователи, ну то есть формалисты, которые идут по стопам Гильберта, они забывают о разнице между суждением и пропозицией. Они интерпретируют пропозиции в формалистском духе. У них только одно понятие из этих двух. Они как бы не проводят границу между ними. Здесь можно выделить некоторые дополнительные понятия, которые могут нам когда-нибудь пригодиться. Мартин Лео говорит о том, что вот можно говорить об аксиомах. Аксиомы – это непосредственно очевидное или некое самоочевидное суждение, которое мы вот как только мы его получаем, как только мы его формулируем, мы сразу же понимаем, что оно верное. Теорема – это уже опосредованное очевидное суждение, то есть это суждение, которое мы получили в ходе некоторых шагов доказательства. То есть мы к нему двигались через некоторые атомы в это доказательство проходили. Однако для того, чтобы было еще понятнее, мы вместо непосредственного и опосредованного можем говорить об интуитивном и дискуссивном. То есть аксиомы – это некое интуитивное, интуитивно понятное суждение, а теорема – это, соответственно, дискуссивное. То есть мы в ходе некоторого действия доходим до теоремы. Ну и Мартин Лёв говорит о том, что возникают вопросы по поводу недоказуемости некоторых непосредственно очевидных суждений, когда говорят, например, о том, что аксиомы не доказываются, аксиомы не требуют доказательства. То есть здесь имеется в виду не то, что они не имеют доказательства. Вот в конструктивном смысле. В конструктивном смысле они имеют доказательства, то есть некоторые свидетельства, они просто интуитивно очевидны. Они не имеют дискуссивного доказательства, вот что имеется в виду. Ну и, собственно говоря, для того, чтобы перейти к обоснованию логических законов, Нам необходимо для каждой формы суждения, первое у нас это нечто является пропозицией, второе это нечто является истиной, нам необходимо объяснить, что нужно знать, чтобы иметь право делать такое суждение, выносить такое суждение. И таким образом, ну это я уже говорил раньше, понятие суждения является фундаментальным, мы должны его перед понятием пропозиции объяснить, перед содержанием суждения. И понятие логического исследования объяснить понятием ампликации, это некий концептуальный приоритет. Вот, допустим, у нас есть такое вот суждение, а является пропозиция. Как мы раньше говорили, пропозиция это то, что может быть истинно или ложь. Есть такой подход, когда под пропозициями понимаются истинностные значения. Мы можем так поступить, что пропозиция это просто истинностное значение, истинное и ложь. То есть мы сгодим пропозиции к истинностным значениям. Ну и тогда у нас получается, что мы легко можем обосновать законы классической логики высказываний, и мы можем даже обосновать законы квантификации, но при условии того, что мы рассматриваем только конечный, явно перечисленный домен. Если у нас квантеры не ограничены конечным доменом, то законы оказываются неочевидны, потому что не совсем понятно, каким образом можно знать, что всякая подстановка делает утверждение истинным, если этот домен бесконечный. Ну, как бы, человек это в принципе не способен знать, да, мы не можем проверить, сделать все эти подстановки. У нас просто жизни не хватит на это деятельность. Таким образом, этот подход Мартин Лёв не устраивает, он все-таки говорит о том, что понятие пропозиции мы хотим сохранить в этом смысле, как в неком семантическом содержательном смысле. Хотя, вот, классическая логика, она, конечно, тоже предполагает понятие пропозиции, но вот это вот понятие пропозиции, которое сводится к чистым истинностным значениям. И получается, что некоторые осуждения, ну, например, утверждение там о бесконечном домене, они могут быть неочевидны. Собственно говоря, здесь Мартин Лёв указывает на Браура, Браур отвергал это понятие, но он явной замены для такого понятия пропозиции из классической логики не предлагал. И если мы посмотрим, в рамках интуиционизма тоже далеко не сразу нашлась замена для этого понятия пропозиции. А если мы возьмем ранние работы Гейтинга и Калмогорова, то там тоже понятие пропозиции не дается. Такое, которое бы закону Лойте делала очевидным. И только в начале 30-х годов Гейтинг предлагает рассматривать пропозиции как проблемы или как ожидания, как некие интенции. Годом позже выходит статья Калмогорова на немецком языке, где он предлагает пропозиционально переменные интерпретировать как переменные, пробегающие по проблемам или задачам. Однако Калмогоров-то все-таки находился на точке зрения, скорее, классической логики, хотя он очень многое внес в движение интуиционизма и конструктивизма. Тем не менее, он говорил о том, что пропозиции не следует приравнять к проблемам, а истинность к разрешимости проблемы. И он рассматривал вот эту интерпретацию пропозиций как проблем, скорее, как некую альтернативу исключительно для целей исследования в рамках интуиционистского подхода. Что значит знать пропозицию? Знать пропозицию или проблему, ожидание, интенцию означает знать верификацию, то есть решение проблемы или удовлетворение ожидания или реализацию интенции. Ну, например, у нас есть некая пропозиция, которая выражает следующее. Солнце светит. Что является верификацией для пропозиции солнца светит? Верификация будет непосредственное видение сияющего солнца. То есть мы прям, вот, когнитивный агент выглядывает в окно, условно говоря, и видит сияющее солнце. Вот это верификация для этой пропозиции, соответственно. Таким образом, он может вынести суждение. Он имеет некое свидетельство в пользу этого суждения. Вот, допустим, мы уже знаем, что нечто является пропозицией. То есть мы знаем, что проб. Вот, чтобы знать, что эта пропозиция истина, то есть проблема разрешима, или ожидание может быть удовлетворено, интенция может быть реализована. Нужно знать, каким образом верифицировать, разрешить, удовлетворить или реализовать, соответственно, интенцию. Здесь речь идет о возможности верификации или о возможности реализации. Не обязательно его осуществлять непосредственно. И тут Мартин Лео говорит о том, что у нас есть такие замечательные понятия, как знание, что и знание, как. И он вспоминает Райл и ссылается на него. Получается, что знать суждение формы, что нечто является истинным, означает знать, как верифицировать пропозицию А. То есть это обладать некой способностью верифицировать эту пропозицию. Знать, как, это значит иметь способ или метод сделать некоторые действия. Получается, что вот это доказательство того, что некоторая пропозиция является истиной, представляет собой метод верификации решения удовлетворения или реализации этой А. Вот. Если же мы говорим о суждении формы А является пропозицией, то знать суждение этой формы означает знать то, что. И здесь Мартин Лео говорит о том, что знать то, что это противоположное знание как. И более того, он говорит о том, что здесь есть определенное отличие от понятия знания что у Райл. Вот это вот различие между этими двумя фундаментальными формами знания состоит в различии между знанием, с одной стороны, что делать, а с другой стороны, знанием, как это делать. Ну и, собственно, в чем же состоит отличие от позиции Райла? Мартин Лео говорит о том, что если мы принимаем интуиционистский анализ понятия истины, то некоторое знание что по Райлу мы можем представить как знание как. Ну, например, у нас может быть знание что про позиции истины. Но дело в том, что с точки зрения интуиционистского анализа знать, что про позиции истины, это означает знать, как ее верифицировать. Таким образом, знание что сводится к знанию как. Но знание что, точнее, знание как и знание то, что, это разные виды знаний. То есть он немножко модифицирует Райловскую идею и применяет ее к интуиционистскому анализу истины. Ну, как вы понимаете, когда говорят о верификации, сразу же автоматически вспоминают логический позитивизм. И тут есть серьезные трудности. В том, что сразу же у нас куча всяких смыслов, всякий вот этот позитивистский шлейф возникает. Хотя позитивисты, конечно, не были реалистами, да, они скорее антиреалистскую точку зрения занимали. Тем не менее, их антиреализм не удовлетворяет конструктивистов. С точки зрения Марта Лёфа ошибка логического позитивизма состоит в том, что они путали понятие значения и понятие истины. То есть они говорили о том, что значение предложения, да, это метод его верификации. А на самом деле, с точки зрения Марта Лёфа и конструктивистского подхода, верификация связывается с истиной, но не со значением. Он говорит о том, что правильно отождествует истинность и верифицируемость, а метод верификации с доказательством истинности про позиции. Значение же определяется тем, что значит верифицировать, то есть что значит осуществлять это действие, то есть что вообще является верификацией, но не самой верификацией. Каким образом связываются суждения и доказательства? Допустим, вот у нас есть суждение о истине. Это суждение, которое поднимает, ставит перед нами проблему доказательства, что некоторое о истине. Это проблема решаема, когда суждение о истине доказуемо. И поскольку возможность решения проблемы выражается суждением, то имеется у нас новое суждение. А истина, все это доказуемо. Ну то есть у нас получается, что иметь право выносить такое суждение означает иметь право выносить предыдущее суждение. То есть иметь право выносить суждение, что доказуемо, что а истина, это то же самое, что иметь право выносить суждение а истина. Таким образом верны оба правила У нас есть переход от истинности к доказуемости истинности И переход от доказуемости истинности просто к истинности Это все было по поводу категорических суждений Теперь надо еще ввести гипотетические суждения В гипотетических суждениях мы используем некоторые посылки И эти посылки допускаются И Мартин Лёв говорит о том, что вот эти посылки Когда мы их допускаем, мы предполагаем, что они нам уже известны Мы уже их доказали То есть мы предполагаем, что они обладают определенной эпистемической силой И гипотетические суждения мы можем выразить вот таким образом У нас есть некий набор посылок А первая АН для каждой из них истина И из них выводится, что некоторая А является пропозиция Это первая форма гипотетического суждения Вторая форма гипотетического суждения уже касается истинности нашего заключения Когда у нас относительно посылок А первая АН говорит, что каждая из них истина И из этого мы выводим, что А истина Вот этот символ, вертикальная черта Здесь означает логическое следование И таким образом получается, что у нас есть некая общая форма гипотетического суждения Когда у нас слева это гипотезы, справа у нас тезисы Ну и гипотезы мы можем также говорить о антицидентах На тезисах и консекретах Вот, но тут у нас получается следующее Поскольку истинная может быть только пропозиция То для того, чтобы первая гипотеза, а первая истина была осуждением То необходимо, чтобы а первая есть пропозиция, то было осуждением Вот, ну и дальше Чтобы некоторая а-н-ая истина была истина То тогда а-н-ая должна быть пропозиции При допущении, что а первая истина, а н минус первая тоже истина И здесь у нас получается, что в отличие от Генсеновского исчисления секвенций Порядок посылок имеет значение То есть мы не можем произвольным образом посылки переставлять Поскольку посылки могут зависеть друг от друга Из одной посылки может выводиться, что выводится некоторая другая посылка Вот, так как нечто может быть пропозиции при условии, что нечто другое истина Таким образом получается, что гипотетическое доказательство Это доказательство, которое, если мы его дополним доказательствами гипотез Станет доказательством тезиса То есть понятие категорического доказательства Происшествует понятию гипотетического Гипотетическое – это расширение категорического доказательства Мы можем обобщить еще дальше гипотетические суждения следующим образом. Ввести туда переменные. То есть для каждой гипотезы вводим зависимость от переменных х1, хm и для нашего тезиса тоже. И таким образом мы формулируем так называемое гипотетика общие суждения. Для того, чтобы иметь право выносить гипотетику общие суждения, нужно иметь доказательства со свободными переменными для тезиса из посылок. При этом мы должны иметь возможность вместо переменных подставить все что угодно с сохранением их местности. И доказательство должно оставаться доказательством. То есть мы абстрагируемся от каких-то особенностей и при этом всегда имеем возможность конкретизировать, делать подстановку. Вот это гипотетика общего суждения. Каким же образом связаны выводы и логическое следование? Вывод, говорит Мартин Лёв, это доказательство логического следования, где под логическим следованием он понимает гипотетические суждения. Категорическое доказательство – это доказательство заключения из посылок. Если мы имеем доказательство для логического следования, то тогда мы осуществляем превращение, мы превращаем антициденты в посылки, а консеквенты в тезис. То есть у нас осуществляется переход от гипотетического суждения к категорическому. Ну, например, вот у нас может быть такое вот гипотетическое суждение. А из А истинно логически следует ложь. Это вполне нормальное логическое следование, говорит Мартин Лёв. Однако, если мы рассмотрим это как некий логический закон, как некое правило, то есть из истинности А выводится истинность лжи, то это не будет верным выводом, где вывод – это некое рассуждение. Не будет верным выводом, за исключением тех ситуаций, когда пропозиция А является ложной. Вот если А будет ложной, то только тогда мы можем вывести, что ложь – истинна. То есть мы получаем противоречие. Соответственно, это не логический закон в данном случае. Хотя это вполне нормальное отношение логического следования. Дальше он рассматривает, каким образом обосновываются логические законы. Во-первых, мы должны вводить в три типа правил. Это правило построения, правило введения и правило удаления. Я не стал все рассматривать. Это в третьей лекции занимает практически все место. Я рассмотрел только аппликацию. Но если у кого-то будут конкретные вопросы, мы можем посмотреть текст. Во-первых, он говорит о правиле построения аппликации. Он говорит о том, что это некий непосредственный вывод. Если мы знаем, что А является пропозицией, а также, что если А истинна, то Б является пропозицией, тогда мы знаем, что пропозиция является импликацией А в Б. Что значит знать эту пропозицию? Это означает обладать верификацией. То есть верификацией для А и импликация Б является гипотетическое доказательство, имеющее форму А истинна, потом какие-то еще шаги, Б истинна. То есть Б истинна при допущении, что истинна А. То есть это метод решения проблемы Б, исходя из того, что проблема А может быть решена. Это вот семантический смысл импликации в конструктивизме. Ну или если брать, допустим, Калмогоровский подход, то у нас получается, что импликация – это некая процедура, которая превращает доказательство для А в доказательство для Б. Вот. То есть вот мы с помощью правила построения задали смысл или значение логической константы. Теперь мы добавляем правило введения импликации. Это тоже непосредственный вывод. Допустим, у нас есть гипотетическое доказательство. Мы его уже получили. Что Б истинна при условии, что истинна А. Такое доказательство будет верификацией для пропозиции, если А, то Б. И таким образом нам нужно знать, как получить верификацию для пропозиции, если А, то Б. Но дело в том, что она же у нас уже есть, потому что мы знаем, как ее... И поэтому мы знаем, как ее получить. Ну, то есть мы допустили, что у нас есть это гипотетическое доказательство истинности Б при условии, что А – истинна. Соответственно, мы уже имеем эту верификацию. И нам нужно просто использовать то, что мы уже знаем. Дальше правило удаления для импликации. Это тоже непосредственный вывод. И если известны посылки, то для них имеется доказательство. Вот. У нас одна из посылок – это А, импликация Б. То есть мы знаем о том, как верифицировать А, импликация Б. У нас же есть уже доказательство, да? Это посылка. Вот. А верификация А, импликация Б – это гипотетическое доказательство. Следующие формы. А – истинна, потом какие-то шаги. И Б – истинна. То есть Б – истинна при допущении, что истинна А. И у нас есть еще одна посылка. И это посылка А – истинна. Соответственно, поскольку у нас есть гипотетическое доказательство того, что Б – истинна при условии, что истинна А, и у нас есть истинна А, получается, что у нас есть категорическое доказательство, что Б – истинна. Таким образом, мы имеем уже знание о том, как верифицировать B Соответственно, мы можем это правило тоже обосновать Ну и каким же образом Есть определенные отличия между значением и непротивовольствием Между этим подходом и подходом И, значит, между конструктивным подходом и формализмом Эти отличия заключаются в понятиях значения и способе, каким образом доказывается непротиворечивость Мартин Лёв говорит о том, что значение логических констант Представляет самообъяснение соответствующих правил построения То есть, вот у нас есть логическая константа, это импликация Что значит определить значение этой логической константы Это значит ввести правило построения и объяснить его Обоснование логических законов предполагает объяснение правил введения и правил удаления То есть, у нас получается, что в формализме логические константы лишаются значения Лишаются какого-то смысла, они становятся чистыми формами А в рамках конструктивного подхода они, наоборот, наполняются смыслом, наполняются значением Благодаря этому мы получаем обоснование для логики Что значит доказать непротиворечивость формальной системы в рамках вот этого конструктивного подхода Это означает показать невозможность построения доказательства того, что ложь является истиной И это делается в рамках конструктивного подхода не метаматематически, то есть не как у Гильберта А путем, ну у Гильберта это делалось путем лишения правил и доказательств смысла А наоборот, то есть мы наделяем наши логические константы и наши правила вывода смыслом Мы отталкиваемся от семантики, а не от чистого синтаксиса То есть доказательства непротиворечивости в рамках формализма Это невозможность выведения А и не А А здесь у нас получается, где вот эта невозможность выведения, это чисто синтаксическая работа То есть мы машину можем включить, она ничего не понимает, она просто выводит формулу И вот она у нас, если может вывести А и не А, значит система противоречива Если не может она этого сделать, значит система не противоречива А здесь у нас получается наоборот У нас машина не может как бы эту работу выполнить Ну, по крайней мере, в 80-е годы, когда Мартин Лёв читал эти лекции Сейчас-то мы уже имеем интерактивные системы доказательств, которые все это могут делать Вот, то есть получается, что мы наоборот наделяем логические константы И логические законы смыслом И этот смысл сам по себе не позволяет нам вводить противоречия Ну вот, на этом все Спасибо за внимание Лев, а что такое очевидность? Это очень сложный вопрос Я не готов ответить на него Что такое очевидность? Ну вот, насколько я понимаю Получается, что Это некая готовность, что ли, согласиться Может быть так То есть вот как у Дамита Дамитит тоже является сторонником конструктивного подхода У него получается, там он говорит о условиях утверждаемости То есть значение зависит от условия утверждаемости То есть от условий, когда можно утверждать, а когда нельзя И вот как бы вот, что значит можно утверждать? Это значит, что как бы вот в нормальных обстоятельствах ты на себя принимаешь ответственность Вот, например, что солнце светит, говорит Это значит, что ну как бы вот Ты не можешь это отрицать Прям вот, ну не знаю, как Что-то подобное Муровскому парадокскому Идет дождь, но я в это не верю Ну это что-то невозможное Вот, мне кажется, очевидность Ну то есть это чисто теоретика, познавательное понятие Поскольку логика в принципе у Мартинлёв это теория познания И это не очевидно Она должна быть объяснена Ну пожалуйста, у других может быть у кого-то еще вопросы есть В догонку к очевидности Как она по-английски звучит-то? Какое слово используется? Ну там evident это очевидный Но evidence это как свидетельство Ну да Как раз я про evidence там чат писал Я хотел спросить Как evidence, ну мы знаем вот эту вот аргументацию Про common sense, про здравый смысл Они как-то соотносятся? Потому что я считаю какую-то похожую структуру Мне кажется, она интуитивна То есть по соответствию здравому смыслу Очевидно Любой нормальный согласится Как там кроме женщин, детей и идиотов Как мы знаем Ну туземцы Вот Это не та же самая история? Ну не знаю даже Все же мне кажется Тут речь идет о каких-то более глубинных познавательных структурах И от них зависит Это самое свидетельство или очевидность Ну то есть вот Вижу солнце сияет Значит имею право утверждать это суждение Выносить это суждение А когда речь идет о каких-то более сложных понятиях Там уже сложнее Ну то есть Как говорить о том, что Не знаю Справедливость ценна Или нужно защищать справедливость Никак Брось морализм В ходу Да я понял о чем-то То есть есть некоторые Видимо Соответствия Нашим Как минимум Познавательным процедурам Структурам В соответствии с которыми Людям Которые Дружат с этими структурами В мире с ними находятся Им очевидно Когда мы Доказательство условно приводим Такое Такое Как очевидно Ну вот Если бы К логике подойти С эстетической точки зрения То ведь Наибольшее удовольствие Именно там Где есть Контринтуитивность Я согласен Может быть Да Может быть Очевидность Как-то Дифференцируется Непонятно Как Ну может быть Тут Проблема еще в том Что понятие Вот этого Свидетельства Оно Достаточно Широкое То есть Оно же Бывает Разно Бывает Как Доказательство Вот мы Прямо строим Доказательство Из нескольких Шагов Вот у нас Есть свидетельство Для того Что мы Выводим А мы можем Просто там Вокруг себя Посмотреть Увидеть Солнышко Сияет Вот у нас Есть свидетельство Что солнышко Сияет Услышать Что птички Бывают У нас Свидетельство Что птички Бывают Вот Это Бывает Очень разно Ну да И тут Тогда Может быть Понятие Очевидности Как-то Сближается С понятием Обозримость Ну мне кажется Это немножко Другая история Обозримость Это же когда мы Все шаги Видим Доказательства И можем Посмотреть Что откуда Селось А очевидность Это Ну В прямом смысле То есть Ну мы видим Что так и есть Условно Не обязательно Именно во внешнем мире Ну то есть Там как бы Ну да То есть Условно говоря Есть такая Формула В модальной логике К Да Это когда Необходимо Что из А следует Б Из этого следует Что необходимо А следует Необходимо Б Не знаю Как понятно Или нет Без записи Но тем не менее Вот Она же вроде Очевидна Она доказывается Но я вот Прямо сейчас Сходу не вспомню Все шаги Доказательства То есть Я их не помню Она как бы Для меня в данный момент Необозрима Но она мне очевидна Потому что Она соответствует Вот этому самому Ну это же логично Условно Здесь немножечко Странное толкование Обозримости Обозримость Это Принципиальная Возможность Проследить А вот Допустим Если мы берем Какое-то Компьютерное Доказательство То там Просто Нет Принципиальной Возможности Проследить И там Мы можем Говорить О необозримости Да Я согласен С вами Я просто Пример Привел На Достаточно Простой Формы Ну да Допустим Возьмем Компьютерное Доказательство То есть Не К Возьмем А какую-нибудь Компьютерную Штуку Она допустим У нас Необозримая Но она Ну как бы Вроде как Так и есть Я правда Примеры Не могу Такие Вера Железные Ящики Которые Производят Эти Операции Ну вот Конкретный Комер Очень Популярный Это Теорема Четырехкрасок Которая Доказана С помощью Компьютера Доказана Разными Способами И много Раз Ну и Мне кажется Очень удобно Выделять Два вида Очевидности Вслед за Таким Есть Один человек По фамилии Баскер Вот Он говорит О том Что Можно Выделить Локальную Очевидность А можно Глобальную О, не очевидность То есть Обозримость То есть Глобальная Это когда Мы понимаем Доказательства Целиком То есть Вот Некую идею И мы понимаем Как доказательства Четырехкрасок Строится То есть Мы знаем Какие у него есть части Как они друг с другом Связаны Что Вот Здесь Мы Используем Компьютера Вот здесь Мы Компьютер Мы Знаем Что Компьютер Должен Отдельного шага Переходим К следующему шагу И понимаем Как этот переход Осуществляется В компьютер Вот в той части Доказательства Четырехкрасок Которая связана С вычислениями На компьютере Там просто Комбинаторика Очень сложная Мы не можем Проследить Каждый шаг Потому что Там огромная Вычислительная мощность Требуется И у Ни одного человека Нет таких способностей Вот В этом смысле Доказательства Четырехкрасок Не является Локально обозримым Но оно является Глобально обозримым Потому что Мы общую идею Понимаем Ну я думаю Скоро будут Такие сети В которых Мы не будем Понимать Общую идею Так мы тогда И результат Наверное Не сможем Использовать Да Мне тоже так кажется Если свято верить То сможем Ну это тоже Вот есть Философия математики Рассуждения О Марсианском Математике Саймоне Который Как бы Он начал По мановению Волшебной палочки Им просто В голову Приходят Истинные утверждения Математики И все Он их высказывает И рано или поздно Марсианские Математики Поняли Что Не надо Ничего делать Надо просто Само наслушать И вот У них Один математик Остался на всю планету Который Просто Истину Обещает Как оракул Они используют Только так Но тогда Получается Что мы Как бы Не понимаем С чем У них дело Ну слушай А допустим Нейронки Те же самые Взять Ну нейронки Да Мы же не можем Проследить Ну в принципе Не то что проследить То можем Как она вычисляла Но мы не можем Предсказать Как она будет Вычислять А если Ну хорошо Здесь как бы Особых проблем нет А если мы сделаем Нейронку Которая пишет Нейронки То есть мы не знаем Что за нейронки Она заходит И тогда у нас Разрыв вроде Должен получаться То есть вот тогда Это какая-то Принципиальная Необозримость Вроде бы Да мы Для первой нейронки Даже сейчас Достаточно В сложных случаях Не знаем Что там внутри Творится Объяснить не можем Ну Относительно Хотя бы можем Я вот об этом говорю Ну типа мы хотя бы знаем Допустим Мы делаем нейронку Которая допустим Превращает Новости Соединяет их С капиталом Маркса Ну и вы знаете Что дальше происходит Потом Вот А если мы сделаем Нейронку Которая на основе Огромной базы Вообще всех Возможных нейронок Что-то лепит сама Мы тогда вообще Не представляем Что она в принципе Делать будет У нас даже общей идеи Не будет Здесь у нас хотя бы Общая идея Более-менее есть Я могу пригласить На какое-нибудь заседание Онлайнового кружка Специалиста по нейросетям Он может нам что-нибудь Об этом рассказать Что они делают там И так далее Если это интересно Он давно что-то хотел Ну в смысле не хотел А мы как-то В разговорах с ним Он предлагал Давай я что-нибудь Расскажу кому-нибудь Он студентам предлагал Ну студентам я думаю Это совсем сложно Ну может быть Если мы выйдем На понятие Обозримых Ну конечно Мне кажется Допустим Эти понятия Не совпадают Но они имеют Какую-то область Пресечения Непонятно Какая-то область Пресечения Ну наверное Потому что Некоторые очевидные Доказательства Обозримых Вот Такая область Пресечения Как минимум Ну вопрос В селе Например Да я еще хотел У меня вопрос был Вот то что ты Вначале говорил Ну в том числе Что вначале говорил Про осуждение Про пропозиции И вот эту всю Историю Связанную с ним А в итоге Лев все-таки Как бы Он выделяет Отдельно Пропозицию Как логический Объект Неважно Конструируемый Или существуемый В реальности Или это все-таки Какая-то Ну Фиктивная Какая-то штука Которую мы просто Используем Вот реально Как суждение Как там Высказывание Вот Примерно так То есть Не зависит от нас Пропозиция Неважно Конструируемый Или нет В смысле Или нет Ну про это Он ничего не говорит Он просто говорит То, что пропозиция Это содержание Суждения Ну Как все Примерно Останавливаются Ну Может я ошибаюсь Но мне показалось Что иногда Мартин Лев Говорит Как Следует Реально Понимать Суждение Как Следует Реально Понимать Пропозиция Мне тоже Так Показалось Потому что Хотя Это Вроде Конструктивная Должна быть История А Они Реально Получаются Вот Иногда Проскальзывает Это Да Если Мы Будем Строить Металлогику Путитарства Избежать Подобных Утверждений Что Нечто Реально Должно Быть Таким Амином У нас Просто Есть Опять же Диаматика Мы От нее Металлогика А Когда Мы Содержали Это Уже И Не совсем Металлогика Металлогика Путитарства Это Металлогика Метеофизики Но Вот Что Это За Метеофизика И Почему Метеофизика Амарт И Имеет Конструктивистский Характер Ну С ним На самом деле Довольно Тешело Потому что Мне тоже Показалось Что у него Есть определенные Реалистские Мотивы И Мне Какое-то Время назад Правда Это было Очень давно Где-то Лет 7 назад Я читал Еще одну Статью У него И Там он Вообще Говорил о том Что Вот Конструктивный Подход Есть Реалистский Подход То есть Он там Понятие Реализма Совершенно По-другому Хотя При этом Он вполне Знаком С Работами Там И так Далее Ну Вот Реалистский Подход В данном случае Это Наличие Мне кажется Все Суждения Он от этой Метафизики Отталкивается Ну Может Но Как я Себе В настоящий Момент Представляю Конструктивистский Подход Мне кажется Что Он Сродни Вот Какому-то Контианству То есть У нас Есть Претензия На то Что Все люди В когнитивном Пламе Устроены Одинаково Благодаря Этому Мы Обосновываем Все Все Наши Логические Законы Математику Все Что Угодно А что Там В окружающем Мире Мы Не Знаем Точно Может Быть Да То есть Метафизика Это Что-то Вроде Контианского Метра Которая Необходима Для Всякого Человека Размышляющего Логики Лев Извини У меня Вопросов Топом А ты Случайно Статью Про Мартина Лева Не Редактировал На Википеде Нет Тут Просто Есть Прямо Срочка Которая Звучит Прямо Из Тебя Создатель Интуиционистской Теории Типов Основания Математики Маневалентное Основание Автоматическое Доказательство Такое Счастье Ты Делал Нет Я Как Оно Не Отниме Ладно Ну Я думаю Очень Интересно Теории 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 Продолжить Прояснить Ну Они В конце Концов Связаны У нас С одной Стороны Реалист С другой Стороны Вот Такой Конструктивист Тема Одна И Та Ж Все Равно Да Но Вроде Б У нас Реализм И Антиреализм Начинают Четвериться Два Реализма Разрешить Разрешить Смыслом Теории Реализм Использовать Да О Rod Реализм